Огно ты играешь, а ты играешься. Да, ты играешься. Да, ты больше не делаешь, что ли? Это вообще не получается. Но, наверное, почему бы с этим, но ведь, но ведь, но, понимаем, того, что я не могу с этим председателем, потому что я не хочу с богатым. Я не знаю, что это желание. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ну да они сражались каждое утро где ты что с глубиной будешь ходить что ли что или что с мечом это мечами едут с глубинами а чем еще ты видела вообще палки у них палки у них либо палки либо ножи да где то ты с собой ножом и с палкой будешь по жизни ходить вообще к применению этой жизни это как танец танец оружием танец оружием да ну это неэффективно в жизни они они относятся к этому как к шоу а как ты дерешься или на улице где-то еще это не шоу то есть ты психологическая что защитить себя ты его научишь не это даже сам это даже сам это почувствую даже сам это почувствую очень хорошие физические выносливы стивилы научные если я не праве в спорте если ты не умеешь править свое тело тоже научиться то ну дальше не сможет двигаться потому что ты не смог научиться как это поворачивать захожи свои ноги что ты поворачиваешь кто хозяин и это все что ты это ты 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 Вы сейчас видите, как создается продукт, на который федеральные каналы тратят по миллиону долларов в час. То есть выстраиваются декорации, работают сценаристы, гримеры. Ты имеешь в виду сериалы, которые показывают? Да, да. Ну, конечно, сейчас на сериалах они вообще там все в три копейки снимают. Но все равно это достаточно затратно. А здесь частная гражданская инициатива. Понимаешь, и самый лучший... Ну, то есть ни один искусственно созданный сюжет фантазийный не сравнится с тем, что происходит. Да, абсолютно точно. Понимаешь? Я всегда в жизни... Вот это формат глобал войны. В жизни бывает, в день происходят события, которые ни в одном фильме не описаны. Или же, наоборот, все, что ты видишь в фильме, ты всегда через проходил. И всего лишь один шаг нас отделяет от того, сейчас отсутствуют как бы хорошие качества. Когда в любом месте мы можем организовать высококачественную видеоконференцию со своими друзьями, знакомыми, родственниками, насколько обогатится наша жизнь. Вот ты мне рассказываешь про дедушку, говоришь, мы поедем снимать дедушку. Он такой вот феномен, как Ациковский, типа, как Рыбников, как Чудинов, как Черняев, как Кушлев, как Иванов. И тысячи. Они каждые ункумы. Но мы их не можем услышать, потому что надо ехать. А сейчас есть такая классная штука. Интернет, сеть. То есть как Михаил Петрович Чернов? То есть ты в идеале хочешь создать реакцию шоу каждого, где он живет, за ним следовать постоянно? В периодической цивилизации у каждого царя, у него был свой совет, который состоял из всевозможных ученых, бандитов, всевозможных деятелей философских наук. И вот такие люди, как Никитин дедушка и как Чудинов, они все были при государстве и являлись двигателем прогресса этого государства. Поэтому она всегда их слышала, а это не было кустарно, их не объявлялись сумасшедшими. И все их действия, да, заставляли людей задуматься, прислушаться. Поэтому вот... Да, то есть они... А в третий белой бороды до сих пор очень сильно радуют. Они действуют на грани сумасшествия. То есть вот предел гениальности – это сумасшествие, они не переступают, поэтому... Но когда они находятся в сообществе, они находятся в гармонии, а когда они тоже по одному, это тоже все кустарничество. То есть это должен быть синтез, как бы, как бы, вот, есть такой термин, потому что товарищество, да, то есть у них создается товарищество ученых, и это очень интересный инструмент, который помогает управлять... И еще товарищество дедов, дедов это называется. Да, товарищество дедов, да. Слушай, я понял, почему не складывалось, что я не выложил мандалы-фест целиком. Видишь, как я не мог до конца этого понять. То есть огромное количество съемок рано или поздно приводит любого человека к режиссуре. Ты от просто технического, как бы, специалиста, нажимающего кнопку, держащего камеру и задающего дурацкие вопросы, ты начинаешь вот этот архив каким-то образом микшировать, оформлять, грубо говоря. И у вас отснят безумно красивый материал с вами, с вашим ребенком, но кино не полное, потому что мы вас увидели в одном формате, в одной локации. А сейчас уникально так сложилось, что вы попадаете на запись прямой... Вообще, я поняла, что он попали на реакцию шоу. Да, да, я уже поняла. Вот, ты говоришь, Павел Дуров может заинтересоваться проектом. Если сам в него попадет. Вот так вот, дорогие друзья. Чай треви-дай. Проверяем. Есть тут враги или нет? Нет. Итак, это пакетик ромашки. Тут всплывает заставка. Ромашки-цветки глобаловые закажите в интернете. Да? Да. 10% нашей прибыли мы направляем на детские благотворительные программы. 10% нашей прибыли мы направляем пенсионерам в дома престарелых. 10% прибыли мы направляем в сиротские дома. И человек, который покупает продукт глобал вейв, осознанно, своей копейкой, голосует за свое будущее. Нужно религия по-боже. Будущее. Да, как-то как-то. Укажите мне, где здесь элемент религии. Является ли этот данный отснятый видеоматериал попадающим под экстремизм? Нет. Отлично. Дайте правовую оценку, что сейчас происходит. Не в этом смысле, в котором понимается религия. Никто веру в Бога не отрицает. И все заповеди говорят об одном и том же. И смысл спорить, он, мне кажется, бесполезен. Потому что самое главное, это уважать друг друга. Заботиться о своих родителях. Допустим, вот в Индии, а там нету пенсии, потому что индусу, даже современному, они придут в голову выбросить на улицу. Индийца даже. Своих родителей, они всегда живут с ними и заботятся о них. И сейчас очень помогают своим детям. Никто никому не мешает. Религия может быть. Может быть, это то, что соединяет людей? Вот имеется в виду, чем. Да. То есть, как вообще слово религия переводится интересно? Религия в хорошем смысле, то, что соединяет людей, а не в плохом. Вот локация проекта Global Wave предполагается на территории города Переслава и Залески. Послушай. Религия охватывает многие страны. Смотри, у вас ребенку 20,5 года. Да. Он любит плавать, задерживать дыхание и, в общем, активные виды спорта. Да. Вы были на фестивале Мандала-Фест. В общем, Переславль-Залеский. Это озеро, по одному из предположений, по одной из версий ученого Кушелева, это остаток карьера неких цивилизаций. И он рассказывает, как это, почему. Значит, с точки зрения поверхности озера, не имея судоходного хода, замкнутая чистейшая вода, ровно 100-200 метров, очень мелко по колено, а потом резкое углубление до 30 метров. То есть, получается, как шляпа такая. Понимаешь, вот такое. Вот. Вокруг множество храмов, и там везде ключи. Варварин ключ, еще. И оттуда можно будет взять пробы. И на территории Переславль-Залеска разворачиваются разные площадки, где люди разных возрастов проходят некую историю. В палатках проживают в природе курсы выживания, курсы... Но это ритуал там? Нет, это ретриты. Интеллектуально-физик, физкультурные ретриты. Здорово. С изучением, как артефактов уникальных, это как остров Пасхи можно... То есть, здесь абсолютное сравнение, переход на остров Пасхи, потому что одна и та же какая-то цивилизация тут что-то разрабатывала. Это по всей планете. То есть, это настолько... Вот, и размещение, возможно, в частном секторе у бабушек и дедушек приходит волонтер Global Wave со своим туристическим ковриком, со своим спальничком, со своим набором продуктов и гостевых. Как Тимур и его команда. Помыть там, еще что-то. Он говорит, а я у вас здесь можно поночую и общение с вами на видео запишу. Это единственное, что мы можем сделать, чтобы записать тех, кого завтра не будет. Ловил, да? Да. Вот и все. А через создание этого механизма люди смогут максимально найти того, кто их услышит. Проблема сегодняшнего дня – одиночество. Одиночество. И люди... И люди... Не сумев найти, разочаровываются, опускают руки. Система так давит, что... И опускают руки. Потому что не видят смысла, не видят цель. Потеряны ориентиры. А ориентиры складываются от ведущих родителей. А настолько сбилась вот эта передача знаний. И мудрецов, и знающих, и ведущих еще тотально всегда уничтожали. Колдунь и алхимики – это и самый цвет интеллекта человеческого тотально вырезался. Специально или это человеческое эго? Скорее всего, вот наблюдая, всем правят пиписки. Специально. Сексуальное отклонение, стремление за женщинами, стремление в обществе. Ну, это вот на самом глубинном каким-то уровне. Потому что нормально... Кто-то это делает просто и все. Ну как? Специально это сделано. Не просто так. Ну как вырезали самых лучших... Теремент управления. Самых умных людей, современников под нож. А воины что творили? Этого не пифагора. Сегодня война разворачивается еще в магазине. Она стоит в продуктах питания, которые туда... Архимеда воина замочили. Этого удобных. Архимеда, который там, значит, создал, как бороться с галерами. Ну, в общем, все описано в интернете. И у него были чертежи даже паровой машины. Ну, насколько я слышал такую версию от кого-то, от ученых. И пришли, значит, эти, кто с ним боролся, и просто замочили в какой-то вот войне. И все, и человечество потеряло вот такого механика, такого философа. И вот 2000 лет мы на месте топтались, и только сегодня подошли и летаем в космос на пороховой бочке. Тут говорят, ничего не надо, так как бы, частоты, резонансы, частоты, меняем, и все. А резонансы, частоты, это что? Это же образ нашего мышления. То, что паровозы делают на станках, на которых сейчас делают машины. То есть, откуда у людей в то время так резко появились станки, которые делают, как сейчас делают машины. То есть, паровозы не и молотком сделаны, и кузнецом. А машины, то есть, были машины, которые делали там трубы определенные, потому что, чтобы пар, пар очень большое давление создает. Трубу надо сделать, это уже станок специальный. И сейчас такими же станками пользуются. То есть, кто-то резко, и паровозы появились во многих странах одновременно резко. То есть, как будто включается зеленый свет в программе, и цивилизации позволяется новое очередное... А в игре, где искусственная реальность, вот Симс, допустим, там, вот куплю-ка я своему Симсу машину, пусть она работает на машине. Отлично, правильно, коллективный игрэгр. По что его можно подвести? То есть, какой должен быть резонанс? Вот вы посмотрели, Рой, прокушали, посмотрели, вот как проверяется. Ну, ускоритель проверит. То есть, неужели так просто? Вот раз, и можно перепрыгнуть на летающие тарелки, а как со всеми договориться? Вот ты знающий, что вот, понимающий, что вот так вот паровозы не просто так. Да? И многие эксперты говорят, не время. Несколько поколений должно смениться. А может быть, дело в том, что просто люди должны быть на уровне сознания. Представляете, сейчас, вот завтра в магазин начнут продавать летающие тарелки или летающие браслеты, а дело полетел. То есть, каждый второй, находящийся в состоянии страсти, ума, как бы, да, там, то есть, это плохого соображения, действующий по одним желаниям, одевает этот браслет, то он автоматически становится неловимым преступником. У нас сейчас, как бы, изобилирует такая ситуация на улицах, и это будет такое ухудшение проблемы. Люди сначала должны выйти на новый уровень, а потом уже летать. Нет, сейчас еще, но это тоже. Потому что, иначе будет беспредел. Вот и все, поэтому люди не готовы, и никто не готов вообще. Мы сейчас в пик вошли, изобретение, когда сейчас может просто разом столько их произойти, моментом, что человечество даже не знает, что это делать. Потому что, мне кажется, до этого немного еще осталось. Вот, приезжает в Москву Малюта, о нем рассказывает Зверев, и говорит, что Малюта – это один из пяти живущих сегодня на планете, которые понимают, как бы, что творить. Он о себе говорит, у меня есть меч-кладенец, я знаю, как говорить, как вести диалог, создавать надо междисциплинарные общества. Мы не слышим, потому что мы разделились, нас разделили, неважно, по сути, мы каждый в своем сегменте. А как все в целом, нас не учат за это отвечать, и это не есть зона нашей компетентности. Эй, правовед. Они считают, что к ним это не относится и позволяют себе жить в гармонии. Вопрос, где найти мотивацию для живущих в подобной системе? Потому что отказ от действующей монетарной системы, переход на безденежную форму обращения, переход на безресурсные технологии, равномерное расселение. И самое страшное, что человек может испытывать – это страх. Это самое вредное. Так. Поэтому человек не должен ничего бояться. Не надо этого бояться. Ну, сейчас ты высыпаешь как раз как психотерапевт, отлично. А как юрист. Нет, это как закон космоса. Первая заповедь Христа была «Не бойся». Да, и суть в связи, изражаясь, Господи ты рукой. Про это они говорят специально. И все действия просто, Господи, дорогой, чтобы начать «Не бойся». Про это специально говорят, потому что страх он унижает человека, и страх делает человека, животного. Система делает с помощью страха. Да. Все, что она показывает по телевизии, все убийства, все, все. Человеку это означает бояться. Он сам не понимает, почему, что это происходит. Это ломается у него сознание. И он не может сопротивляться больше. Он становится животным. Он должен почувствоваться человеком и понять, что не надо бояться. Боять животных. Не надо бояться этого. Пусть это должно случиться. Представляешь, как ассистенты постарались? Какие декорации? Насколько я счастлив вообще? Все, что я делаю, насколько она меня делает счастлива. У меня вот мама потеряла сережку, она мне звонит, рассказывает, что она только расстроилась. Я говорю, ну давай подумай вместе, смотри. Оттого, что ты будешь расстраиваться, ты сережку обратно не вернешься, только расстроишься, что здоровье тебе не прибавит. Так что можно выкинуть вторую сережку в реку и, короче, полететь все, что улучшение вообще забыть. Можно отдать ювелиру, он придумает какую-то креативную штуку. Избавиться, то есть у нее проблема в том, что она вроде, она не жадная, но как бы то, что мое, мое. Привязана с к вещам. И можно просто подарить кому-то, это я выкинув в реку, это так не призвину. Ну да. Так что дедушка? Сколько лет дедушке, как зовут дедушку? Дедушка очень интересная, Ким Иванович. Летом, наверное, 77, мне кажется. 76, я думаю. Так, и что, чем он уникальный? Тем, что он вводит понятия... Сейчас создается интрига для зрителей, будут ожидать уже следующей съемки с дедушкой. Понятие эко-софии, и вообще-то с того, у него есть программный план, он понимает, что человечество будет в тупик, и надо выходить из него. То есть у человека осталось не так много времени до того момента, как все начнется, попадет в точку невозврата. Надо начинать действовать, потому что... Да таких, знаешь, сколько? Огромное количество. Да и мы просто гениться. Каждый второй, кого я снимаю, именно... Ну, в общем, и... Нет, я думаю, даже больше. Спаси человечество, как минимум. Спаси человечество, да. На новый уровень выше. Да, да, да. Он все видит... И у каждого свой гениальнейший план. Вот, да. И у каждого, да. И у каждого, да, гениальный план в синтезе наук. То есть синтез всего. Супер, да. Синергия. И сейчас между вот этими всеми, которые живут сами в себе, и мне с кем поговорить, они не находят с кем поговорить, сейчас они вдруг смогут найтись. Да, это будет, да. И скоординироваться. Понимаешь, вот под что сервера? Подарить друг другу свою книгу. Мы тоже с ним, мы с ним говорим, что надо выходить на новый уровень, надо выходить, показывать себя, и именно через глобальную сеть интернета. Помнишь, вот Никита Дешко, он все время хочет печатать как можно больше книг, чтобы дарить их людям, чтобы люди читали и получали знания. Абсолютно бескорыстно. То есть он все свои финансовые дозвучивает. Это еще потому, что он привык к книгам. Да, он привык к книгам. А сейчас есть интернет. Мы ему всегда говорим, что интернет и видео – это информация нового поколения. Потому что она, наверное, более доступна людям. То есть то, что он, допустим, пишет, это читать. Ну, допустим, у меня мама открыла, почитала, посмотрела. Вот даже мне было очень тяжело читать. Я переводила одну его статью на английский язык. У меня мозг болел потом еще, мне кажется, несколько дней. Потому что там очень много терминов, и он так строит свою речь. Мне хотелось как можно подробнее перевести именно его словами. Но это было очень тяжело. Ну, а почему не достали телефон и не стали его снимать? Ну, потому что как-то хочется сделать это в хорошем формате, чтобы это хорошо качество было. Я даже об этом не думал. Ну, ты подумай. Я тебе столько раз об этом говорила, что надо снимать. Нет, я узнал, что я буду снимать, но я думал, как сказать, я думал, кто будет ведущий вообще. Да, потому что на самом деле надо, чтобы… Здесь другая вещь. Я не хотел самому снимать. Я могу поделиться своим опытом. То, чего я боялся больше всего, то произошло. И как менеджер, который будет потом производить архивацию, статистику, оценку, экспертизу, я понимал, что наступит момент, когда думал, что успею. И в последнее время, когда предоставлялась возможность, я старался включить камеру. И однажды это произошло. Стоп! Ну да. Когда вы можете заметить у себя подобную реакцию, это абсолютно естественная, здоровая реакция любого человека, у которого развита сердечная чакра. происходит неконтролируемый гормональный выброс. Как у тебя есть, которые рассказывают про то, что сейчас мужчины будут держать деревья. Это символизирует то, как мужчина сажает семечку, а женщина, рожающая земля, и у нее просто она все стыдно, даже говорить уже не может. Она настолько под впечатлением вообще от значимости этого события, что у нее появляются слезы. И это, поскольку все держатся за руки, передается всем остальным. И такое легкое оцепенение, как бы, от этой общей эмоции происходит. Это, конечно, интересно. Поэтому они, наверное, и пользуются популярностью девушек. Отец очень внимательно осматривал материал, который я снимал. Папка заведена. То есть я туда сливал, я уходил, снимал. Приходил, он говорил, что он посмотрел. То есть таким образом он со мной путешествовал, там, к Ацюковскому. Ну, в общем, как бы, осматривал все вот это дело. И в том числе я для него это тоже и делал. То есть когда я снимал, я понимал, что он будет смотреть. Кто главный цензор, как бы, только твой родитель, твой бог, образно говоря. И одобрял он это или не одобрял. И у меня было одобрение. Вот гармония. Он ушел. Я понимаю, что у меня за спиной нету, о чем не успел не поговорить. Единственное, о чем я жалею, что я не успел с закрытыми глазами пройти фазу смерти. То есть фазу прощания. Входишь в состояние, и люди рыдают. Проходят вместе вот это состояние. Рядом есть. Но это несложное состояние. Несложное, да. Но тем не менее, когда взрослые, особенно мальчики, мужчины, не могут подойти к своим родителям, к папе и к маме, и скажут, сейчас мы пройдем некую с тобой психокоррекцию, психо, как бы, вот, ретрит. Духовный, сердечный, как бы, ретрит. И вот поплачем. Мы сейчас включим музыку. Тут некий рассказ нам слезливый расскажет. И у нас произойдет выплеск. Дед мой, моля, моля, моля.